Воздаём Тебе славу! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! И вы знаете, тогда, в 1517 году, 31 октября, когда монах и священник католический Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям в церкви, он ещё не знал, какой переворот это произведёт, какие изменения это произведёт. Потому что нам нужно понимать, в какой атмосфере он жил, в какой церкви он служил, в каком мире он был. Потому что в средние века католическая церковь, монахом, в которой он служил, священником, где он был, была полностью исказившей священное писание, полностью изменившей сути Евангелия. Эта церковь была властной, богатой, коррумпированной, наглой по отношению к людям и к Богу. Эта церковь, которая совершенно отодвинула писание, и поэтому стала возможна тирания, стало возможна насилие над людьми, стало возможна лгать людям. Это делала церковь. И вот посреди вот этого хаоса духовного поднялся один монах, который поверил тому, что написано в Библии. И его вера помогла изменить весь мир, всех людей, потому что он возвратился к самой сути христианства, возвратился к Евангелию, и нам его возвратил. И вы знаете, так как мы сегодня, такой у нас концерт классический, то и проповедь тоже должна быть такая более реформаторская и академическая. И поэтому, чтобы мы с вами больше представляли, о чем говорил Мартин Лютер, о чем учили другие реформаторы, мы обратимся к пяти основам или к пяти основным тезисам протестантской реформации. И посмотрим, во что верили, что проповедовали, о чем говорили людям эти служители. И вот эти пять основ назывались «пять только», «пять только» или «пять соло». Они сформулированы на латыни, вы видите их на экране. Это пять основных тезисов реформации. Первый из них «соло скриптура», что означает «только писанием». Второй из них «соло фиде», что означает «только верой». Третий, «соло гратия», что означает «только благодатью». Четвертый, «солус кристус», что означает «только Христос». Пятый, «соли део глория», что означает «только Богу слава». Верните, пожалуйста, вот эти пять. Вот эти пять были сформулированы для того, чтобы показать, на чем основывается вера христианина. Потому что в то время было много всяких идей, множество всяких учений, множество того, что вообще в Библии не написано и противоречит и Духу, и Букве Писания. И протестанты, реформаторы, они сформулировали пять основ. Во что мы верим? На чем мы основываемся? Потому что в нашей жизни должно быть прочное, крепкое основание для христианской веры. Потому что немного из того, что называется христианством, таковым является. Потому что христианство это следование за Христом и следование за Его Словом. И поэтому первый принцип, пожалуйста, первый принцип соло скриптура только Писанием стоит в Творительном падеже вот на латыни и на русский так же переводится. Потому что Писание не является целью, Писание является средством, с помощью которого Бог действует. Потому что, вы знаете, Мартин Лютер обвиняли в том, что он убрал идола в виде Папы и поставил на него место бумажного идола в виде Писания. Но Мартин Лютер говорил, нет, Писание это средство. Средство, с помощью которого Бог достигает наших сердец. Средство, с помощью которого Бог меняет нашу жизнь. Средство, на основании которого мы можем строить свою веру. Это средство, которое Бог использует для того, чтобы действовать в жизни каждого человека. Только Писанием. Только Писанием. Вы знаете, что Библия в то время была под запретом. Как это ни удивительно. Все были христианами, все ходили в церковь, все молились, все просили прощения грехов, но никто не читал Библию. Ну, некоторые священники читали, кому им было интересно, но не все. Некоторые монахи читали, их было еще меньше. Некоторые теологи читали, но им по должности обязывало. Библия была на латинском языке и для простого народа она была просто недоступна. Никто не знал ее. И поэтому народ можно было обманывать как хочешь. Папа с кафедры мог говорить все, что угодно. И народ ему верил, потому что он представитель Бога на земле. Он глава церкви. Разве можешь что-то не так сказать? И он говорил все, что хотел. Все, что хотел. И из-за того, что учение католическое было оторвано от Библии, стали возможны те вещи, которые сегодня мы называем темными веками, темными временами, стал возможен судебный суд, который называется Инквизиция, когда всех инакомыслящих могли подвергнуть истязаниям или сожжению на костре. Это был репрессивный аппарат в церкви, которая должна проповедовать любовь. Это крестовые походы, когда во имя Господа шли рыцари и убивали женщин и детей и текли реки крови. Это стало возможным, потому что Писание было недоступно. Потому что никто не мог открыть его и сказать подождите, подождите, что мы делаем? Иисус не этому ведь учил. А никто не знал, чему учил Иисус. Папа Римский учил. Епископы, кардиналы, священники учили. Библия была недоступна. Вот, например, папская була. Вы знаете, что Библия даже попала в список запрещенных книг. Был такой список, где нельзя было читать книги, еретические всякие. И Библия тоже туда попала. И вот, что папа, например, пишет. Опыт показывает, что если всем без разбора разрешить чтение Святой Библии на родном наречии, то из-за человеческой дерзости может получиться больше вреда, чем пользы. Кто читает или даже просто имеет в своем распоряжении такой перевод, тому не отпускать грехи, пока он не сдаст свою Библию. То есть нельзя ни в коем случае иметь. И если бы ты пришел в какой-нибудь храм тогда в 16 веке в католическом и сказал, а можно мне почитать Библию? Тебя бы посмотрели как на странного человека. Сказали, зачем тебе? Ну, хочу узнать, что Бог говорит. Ну, так почитай святых отцов. Ты же все равно в Библии ничего не поймешь. Зачем тебе ее читать? Вы знаете, такие аргументы до сих пор в некоторых церквях можно услышать. Ты не поймешь ничего в Библии, зачем тебе ее читать? И таким образом Слово Божие убрали из свободного доступа. И Мартин Лютер сам до совершеннолетия, до совершеннолетнего возраста никогда не открывал Библию, хотя он вырос в христианской семье. Только тогда, когда он стал монахом, тогда у него появилась Библия, он начал ее читать. И вы знаете, когда Мартин Лютер начал читать Библию, тогда его жизнь начала меняться, начала преображаться, потому что до этого он пытался что-то делать для Бога, но он понимал, что Бог далеко. Но после того, как ему открылось Священное Писание, Бог стал что-то делать для него, Бог стал действовать в его жизни. Только Писанием. Много книг написано, но реформаторы говорили, мы все должны проверять, только Писанием. Вы знаете, и Мартин Лютер начал писать книги, издавать их, публиковать, чтобы люди знакомились со Священным Писанием. И когда на церковном суде ему сказали, вот твои книги, отрекаешься ты от них или нет, он сказал, если вы мне Писанием опровергнете то, что тут написано, тогда я отрекусь. И он сказал, все правильность учения, все учение Церкви нужно испытывать с помощью Священного Писания. Потом протестанты сформулировали такое правило, Священное Писание является единственным судьей, нормой, согласно которым, как на пробном камне, надлежит испытывать и оценивать все догмы. Только Писанием мы можем оценивать. Поэтому сегодня, вы знаете, мир, в мире происходят те же вещи, что и раньше. И сегодня появляются разные заблуждения. И в таких даже церках, как наши, разные даже лжеучения появляются. И если люди не наставлены на Священном Писании, они легко этому верят. И никто не может открыть и сказать подождите, подождите, тут же написано не это, тут же написано не так. Вы знаете, когда я был еще неверующим, я начал читать Новый Завет. Мне интересно было с ним познакомиться. Начал читать Новый Завет и смотрю, а я был крещен в церкви, смотрю, тут все не так, как в той церкви, где я был крещен. Почему? У меня возник вопрос, почему все не так? И у Мартина Лютера тоже этот вопрос возник. Он был верным сыном католической церкви, начал читать, все не так. И чем больше он читал, тем он понимал, насколько церковь отошла от Священного Писания. Насколько она исказила учение Христа. И это побудило его впоследствии действовать. Вы знаете, сегодня у нас идут библейские курсы в этом году, и много вопросов возникает у студентов, они постигают Священное Писание, и тех вопросов, каких у них никогда не возникало. И вот мы с ними общаемся, они говорят, а вот мы слышали вот такую идею, или вот такую идею, вот кто-то что-то говорил, я им говорю, а хорошая идея, логичная и кажется правильной, но основана ли она на Священном Писании? Дайте основание, дайте основание. Иногда люди с помощью человеческой логики придумывают такие учения, которые кажутся логичными и справедливыми, но откроешь Писание, тут сказано иначе, сказано по-другому. Писание является единственным мерилом, с помощью которого мы можем отличать истину от лжи. И я благодарен Богу, что Он нам дал твердое основание, твердое основание. Знаешь, когда Иисус стоял на суде в Понтие Пилата Иисус сказал, кто от истины, тот следует за Мной. Что Понтие Пилате? Пилат сказал ему, что есть истина. Для него все было относительно, для него не было абсолютной истины в этом мире. Он говорил, как философы, у одних одно мнение, у других другое мнение, нет абсолютной истины. А Иисус говорит, слово твое есть истина. Слово Божие. И знаете, у нас есть твердый ориентир в нашей жизни. Если мы следуем за Христом, пребываем в Его Слове, мы никогда не заблудимся. И знаешь, сам Иисус говорил, ни одна буква Писания не написана напрасно. Я хочу, чтобы мы сами открыли это место, 2 Тимофею 3 глава, 2 Тимофею 3 глава, который апостол Павел пишет Тимофею, наставляя его, в 16 стихе он говорит, все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Писание не только истинно, не только вдохновлено Богом, не только является незыблемым авторитетом, оно также полезно, что немаловажно, потому что Писание преображает жизнь, Священное Писание преображает жизнь. И вот, когда я начал читать этот Новый Завет и увидел, что все не так, мне хотелось бы быть с теми, кто верит так, как написано в Священном Писании, и Бог меня привел в эту церковь. И я так рад, что я оказался в церкви, где любят, ценят Писание, где живут по Писанию или стараются жить по Писанию, где учат других Писания. Знаешь, когда я был сейчас в кабинете пастора, готовился, молился, там у него на стене висит портрет Мартина Лютера. И он так, знаете, полубоком строго смотрит на меня, когда я молюсь, и как будто говорит, ты там все правильно говори. Я смотрю на него, ну ладно, постараюсь. Мартин Лютер очень большое значение придавал истинности, правильности учения. Писание, он говорил, Бога духовновенно. И сейчас я вижу, как Бог изменил мою жизнь посредством Священного Писания. И как Бог меняет жизнь других людей. И поэтому я всех призываю всегда, идите учитесь в библейскую школу, идите учитесь на библейские курсы, узнавайте Писание, углубляйтесь в него, познавайте его. Это фундамент, это основа для вашей жизни. Потому что нет другой истины на земле более твердой и надежной, чем Слово Божие. Никакой другой. Много идей, много мыслей, много учений, философских размышлений, много всего этого. Но истина только здесь, в Священном Писании. Только Писанием мы можем открыть Бога, только Писанием мы можем спастись, только Писанием мы можем утвердиться в истинности. И вот об этом и говорила первая истина протестантского учения. Только Писанием. Но были и другие. И все они связаны между собой. Они не в отрыве. Они все как исходят одна из другой. Потому что следующая истина Солофиде. Только верой. Дело в том, что Писание у тебя может стоять на полке. ты даже можешь его читать. Я, знаете, читал книжки воинствующих атеистов. Такие попадались. В Советском Союзе их издавали. Атеисты издавали книги, чтобы люди не верили. И я читал эти книги и видел, что атеисты в общем-то неплохо вот эти вот ученые разбираются в Священном Писании. Знаешь, вся проблема в чем? Они не верят. А раз они не верят, Бог не действует в их жизни. Понимаете? Поэтому Писание, оно может быть бесполезным. Как говорил апостол Павел, все слышали в пустыне слова Божьи, но не все поверили. И не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. И мы слышим здесь проповеди Священного Писания, цитаты Священного Писания. Но только тогда Бог сможет действовать посредством слова, когда мы поверим в то, что Он говорит. Когда мы растворим это верой, когда мы примем это для себя, как руководство к нашей жизни, тогда начнутся перемены. Слово Божье сверхъестественное, но Его надо впустить в свое сердце. А впустить в свое сердце мы можем только поверив в Него. И знаешь, на самом деле это чудо. Почему человек верит? Мы иногда общаемся с людьми и меня спрашивают, почему некоторые верят, некоторые не верят? Я говорю, я не знаю. Для меня это загадка. Потому что один человек безбожник безбожника, плюющий на всех, богокульствующий, вдруг обращается к Богу и вся его жизнь изменяется. Что произошло? Я не знаю. А другой весь из себя культурный и образованный, и, казалось бы, мозг у него работает, а он никак не верит. А бывает наоборот. Отчего это зависит? Сие нам неведомо, только Бог это знает. Отчего это зависит? Почему одни люди верят, другие не верят? Мы не знаем. Но как сформулировал Мартин Лютер, другие реформаторы, только верой можем получить и спасение, и благодать Божия, и все те перемены, которые Бог хочет в нашей жизни сделать. Сам он до этого дошел очень тяжелым тернистым путем. Потому что Мартин Лютер был человек порывистый, искренний, ищущий. И когда он стал монахом, он искал спасения и думал, что спасение возможно заработать аскетизмом и полным посвящением монашеской жизни. И поэтому, когда он стал монахом, он стал самым лучшим монахом из всех. Все только на него смотрели и диву давались. Как может быть вообще такой человек? Потому что он постился больше всех, он молился больше всех, он стоял на коленях больше всех, лупил себя плеткой, чтобы умертвить свою плоть больше всех. И потом он превратился в такой скелет обтянутой кожей от того, что он не спал, не ел, пытаясь угодить этим Богу. Думал, что Богу это нравится. И он с кружкой, уже будучи профессором университета, с кружкой в этом балахоне ходил, прося милостыню для монастыря. Он себя всяко пытался унизить для того, чтобы понравиться Богу. И чем больше он это делал, он понимал, что он грешник, он грешник, он грешник, он грешник, он грешник. И ничего не помогает. Исповедовался он часами. Некоторые, ну, пять минут исповедуются. Знаете, в католической церкви есть исповедальник. Это такая кабинка такая, в которую человек заходит, там за перегородкой сидит священник, ну, а монахи, они так непосредственно уже друг другу исповедовались. И вот он к своему старшему священнику подходит, кто-то там пять минут исповедуется, кто-то пятнадцать минут исповедуется. Мартин Лютер исповедовался часами. Часами. Пытаясь припомнить малейшее какое-то движение мыслей своей не в ту сторону. Вот он себя чувствовал таким неполноценным, недостойным Бога, что ему хотелось очиститься, 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 очиститься от всех грехов. В конце концов, надоело это его духовнику, и он ему сказал, слушай, брат Мартин, если ты так хочешь исповедоваться, иди, сделай что-нибудь достойное исповеди. Убей родителей, соверши прелюбодеяние, укради что-нибудь. Он уже не мог слушать это все. Иди хотя бы загреши по-нормальному. Потом приходи ко мне и кайся. И вот в таких терзаниях, пытаясь угодить Богу, Мартин Лютер читал Библию, и вдруг, он раньше это место читал, но тут он его увидел. Это место из Римлян, 1 главы 17 стих, там было сказано, праведный верою жив будет. Раньше он пропускал это мимо ушей, а теперь он вдруг увидел, и он говорит, как будто этот стих со страниц Священного Писания прямо в сердце мне вошел. Это он откровение получил. То есть он вдруг понял, что все, что он делал, все его старания Богу не нужны, а нужна только вера. Только вера. и все. Этого достаточно для того, чтобы получить от Бога благодать, для того, чтобы получить от Бога спасение. Достаточно только поверить в Его Слово, и Бог будет действовать в его жизни. И он говорит, в этот момент как будто бы врата рая передо мной открылись, и я услышал пение ангелов. Он пережил то, к чему он стремился. Он встретился с Богом, поверив Священного Писания и поняв только верой. Как он раньше этого не видел, некому ему было растолковать. Бог ему растолковал в конце концов. Потому что сам Иисус говорил людям, которые получали от Него что-то по вере. Он говорил, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Наша вера позволяет нам от Бога принять что-то. Бог дает. Он протягивает нам свои дары, но мы должны притянуть руку веры и принять у Него. И Бог рядом с каждым человеком, со многочисленными своими благословениями, с многочисленными своими дарами, не только дар спасения. Но Иисус говорит, если имеешь веру, получишь. Если имеешь веру, получишь. Веруй хотя бы немножко, хотя бы с горчичное зерно, и Бог будет действовать в твоей жизни. Это учение Иисуса. И вот реформаторы дошли до этого. Только верой мы получаем от Бога. Никакими делами, никакими усилиями, что бы не было в твоей жизни. Как бы ты ни пытался достичь Бога, невозможно. Только верой. А римлянам 3 глава. Римлянам 3 глава. Как же церковь-то утеряла такие основные истины? А потому что отложили Библию. 28 стих. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Писал апостол Павел. мы признаем. Только вера человека оправдывается. Независимо от дел закона. И знаешь, когда я смотрю на современных христиан, конечно, у нас одно время был перекос, когда мы веру не очень правильно понимали. Но вот сейчас я хочу сказать, когда вот смотришь на современных христиан и хочется спросить, ты вообще веришь в Бога или нет? ты веришь в Бога или нет? Ты знаешь, когда Мартин Лютер, у него уже говорил, говорилось сегодня, то, что он впадал в депрессию, бывало, и вот у него была депрессия, он лежал в депрессии на своей кроватке, и заходит к нему его жена, вся в трауре. Мартин говорит, что случилось? Катарина, кто-то умер? Из наших родных? Нет. Из наших знакомых? Нет. Кто умер? Она в трауре. Она говорит, Бог умер. А что ты говоришь, Катарина? Бог не может умереть, Он вечно сущий. Она говорит, ты себя ведешь так, как будто Бог умер. И он понял, и он встал, укрепился и поднялся. И вот сегодня кто-то пребывает в таком разочаровании, как будто Бог умер. Кто-то пребывает в такой депрессии, как будто Бога нет. Кто-то настолько обижен и разочарован в людях, как будто не Бог наш источник, а люди. Только верой мы получаем от Бога. Только верой. Не надейся на людей. Некоторые надеются то, что чья-то особая молитва произведет изменения в его жизни. Чья-то особая молитва. Вот приезжает какой-то проповедник, и думает, вот если он мне скажет какие-то слова, если он возложит на меня свои святые руки, если он произнесет свою святую молитву, он же близко к Богу, тогда Бог начнет действовать в моей жизни. Богу важна не вера этого проповедника, а твоя лично. Бог может без него действовать в твоей жизни совершенно точно так же. Чья у тебя вера? Проповедника или лидера, или какого-то сильного брата или сестры в церкви? Чья? Я когда разговариваю со своими детьми, я говорю, я понимаю, что вы пока дети живете нашей верой, но у вас должна быть своя вера, свои личные отношения с Богом, свое личное познание Священного Писания. Для чего вера нам нужна? Чтобы вот это слово сделать живым и актуальным в нашей жизни, чтобы Бог мог действовать через него в нашей жизни и давать нам все, что он желает дать, изменять нашу жизнь так, как он желает ее изменить. Для этого нужно верить, верить его слово. Только верой мы получаем что-то от Бога. Только верой. И с этим связан третий пункт соло гратия. Только благодати. Я уже говорил, эти пункты все связаны друг с другом. Только благодати. Дело в том, что вера это дар от Бога. Самое интересное, что мы даже не можем начать верить без того, чтобы Он нам не дал эту способность. Не можем даже поверить. Мартин Лютер и другие реформаторы учили о том, что мы даже захотеть не можем прийти к Богу. Если Он нам не даст благодать. Даже захотеть не можем. Вот были мы грешниками, не искали Бога, а вдруг появляется такое чувство, нужны перемены в жизни. Должно что-то произойти. Я вам скажу, когда я жил в 80-е, в начале 90-х годов, у меня внутри было чувство, что моя жизнь должна измениться кардинальным образом. Я не знал как. Я не знал, что приду в церковь, стану верующим. Но я чувствовал внутри себя, моя жизнь должна измениться. И когда я слушал слова машины времени, группа пела песню такую, и там были такие слова, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, я думал, обманчивое у меня чувство. Я себя считал кем-то из немногих, как он пел, и думал, что вот-вот что-то ничего не происходит. И вот думал, вот есть у меня чувство, что-то должно перемениться, но ничто не меняется. Думал, обманчивое чувство, обманчивое. Но когда я встретился с Иисусом, на одном из таких собраний, встретился с Богом, как когда-то Мартин Лютер встретился в своей келье монашеской, как кто-то из вас встретился где-то в своем месте, в своем доме, или на собрании в церкви. Вот я встретился с Иисусом. И я понял, произошло. То ощущение, которое было во мне, что-то должно произойти. Вот оно случилось. Я встретился с Богом. Это самая главная встреча в моей жизни, которая перевернула меня, перевернула всю мою жизнь. Самая главная встреча. Я понимаю теперь, что само желание что-то изменить, само желание жить иначе, было не моим. Бог мне дал это желание. Бог вложил в меня это желание. Это действовала Божья благодать, которая привела меня ко спасению. Действовала Божья благодать. Только благодатью мы можем быть спасены. Грешник, он не очнется от греха вдруг поняв. А что это я грешник? Встану-ка я праведником? Не захочет. Если Бог прежде его не позовет. Не позовет к себе. Не заставит искать. Не побудит искать. В книге послания Иакова хочу прочитать вам первую главу 18 стих. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Кто захотел? Бог. И написано, он родил нас. Если себя сравнивать со младенцем, то мы поймем, что младенец не хочет рождаться. Он ничего не хочет, потому что он младенец. У него нет этого понимания, у него нет этого желания. Это желание есть у родителей. И по их воле рождается человек. И точно так же по воле Божьей мы с вами здесь. Никто здесь не случайно. ни одного человека. Бог захотел, чтобы ты пришел к нему, дал тебе желание искать его. А когда ты пришел к нему, дал благодать тебе покаяться в своих грехах и признать его своим Господом. Благодать. Только благодатью мы можем спасти. Благодатью через веру в Божье Слово. Знаешь, почему они, Мартин Лютер и другие, почему они настаивали вот на этом только благодатью? Потому что среди католиков существовало такое мнение, что благодать Божья, конечно, есть. Но прощение надо заслуживать. Надо стараться, надо пытаться, надо пытаться угодить Богу. Понравиться ему. Что и делал Мартин Лютер, когда был монахом. Он пытался это делать, а когда он увидел, что пришли продавцы индульгенции, которые даже прощение грехов стали продавать за деньги, тогда он уже не выдержал. Один из них пришел к продавцу индульгенции. Говорит, я хочу купить отпущение грехов за избиение своего соседа. Я когда-то его избил. еще не избил, но собираюсь. Мне нужно отпущение грехов заранее, чтобы Бог меня простил. То есть люди думали, что можно каким-то образом приобрести Божье благоволение, какими-то делами индульгенциями. Когда в церковь Мартин Лютера стали приходить люди, которые купили индульгенции там где-то на стороне и отказывались исповедоваться в грехах, он же был католический священник, ему должны были исповедоваться, отказывались исповедоваться. Он говорит, почему не хочешь исповедоваться? А я уже заплатил, мне уже грехи отпущены. Да как так? И пошел 95 тезисов прибивать после этого, после этих всех случаев. Потому что к тому времени он уже понял, невозможно купить прощение у Бога, невозможно вымолить у него прощение, невозможно заслужить это прощение, потому что это дар, это подарок. И подарок это как захотеть к Богу прийти, и подарок это само спасение. Только благодатью мы спасаемся. Только благодатью. То есть посмотрите, что происходит. Бог сам приходит к тебе, когда ты грешник, сам берет тебя за руку, сам ведет тебя в церковь, ты еще сопротивляешься, он все равно тебя ведет в церковь, ты потом соглашаешься, слушаешь проповедь, сидишь такой, ну конечно, ну давай заливай, ну что-то не верится. Сидишь, а ты сидишь уже здесь, потому что Бог тебя привел. Сидишь, сидишь, потом вдруг что-то касается тебя, оп, коснулась. Ты думаешь, а ведь, наверное, Бог есть, наверное, вот правда, такой вот процесс прозрения происходит, наверное, вот правду проповедник говорит, и все вот правильно ведь говорит. Знаешь, когда я сидел вот так на том месте, так что не обращенного даже к христианину, неверующего, сидел и думал, ну, правильно ведь все говорит, но мне еще не верилось. правильно все говорит. И через те слова, которые говорил проповедник, действовала та благодать, которая привела меня к покаянию, привела меня к спасению, привела меня к признанию Бога. И таким образом Бог меня где-то там нашел, где-то там мои чувства пробудил, где-то там меня привел, кто-то меня там пригласил, привели сюда, услышал слова из этой книги, через них действовала благодать, которую я принял верой, и моя жизнь изменилась. Я ничего не делал хорошего. Некоторые говорят, я сначала исправлю свою жизнь, потом приду в церковь. Не исправишь. Бог действует и изменяет нашу жизнь, когда мы с Ним, когда мы пребываем с Ним. Сегодня точно так же, как и тогда заслужить что-то от Бога невозможно. это дар, это подарок. Прими. Только благодатью мы спасаемся. Только благодатью мы продолжаем жить с Богом. Только по благодати. Его милость обновляется каждое утро. И поэтому благодать нас ведет к одной личности, которая именуется Христос. Солус Христос. Только Христос. Больше никого. Написано, благодать Божия ведет нас к покаянию. А покаяние возможно, только приняв искупительную жертву Иисуса Христа. Почему они-то это провозглашали? Только Христос. Ну, понятно же, только через Христа мы имеем спасение. Тогда было непонятно, потому что папа римский обладал высшей властью авторитетом. Высшей властью авторитетом. Один из них сказал, из римских пап сказал, все на небе, на земле и в аду подчинено наместнику Иисуса Христа, то есть папе. То есть папа римский фактически занял место Христа. И поэтому он мог издавать все указы, законы, которые противоречили Библии, которые ввергали церковь в этот хаос греховный. И когда Мартин Лютер смотрел на это, Ян Гус когда смотрел на это до Мартина Лютер, говорил, нет, не папа глава церкви, только Христос глава церкви. Церковь в то время сделалась посредником, чтобы получить отпущение грехов, надо было прийти к священнику, иначе никак. Только через церковь ты мог получить отпущение грехов. А что говорит Библия? 1 Тимофея 2 глава. 1 Тимофея 2 глава. Что говорит Священное Писание? 5 стих. Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Нет других посредников, кроме Иисуса Христа. Никаких. И поэтому, когда кто-то встает на место Христа, он становится антихристом, вместо Христа. Только Христос посредник. Потому что только Он умер за наши грехи. Только Он воскрес для нашего оправдания. Только через Него мы имеем доступ к нашему Небесному Отцу. Другого пути нет. Никакого другого пути. Окольных путей нет. Когда я был еще не христианином, а верил во многие религии, так скажем, я думал, Бог, Он как бы восседает на горе, а к Нему ведут разные пути. Кто-то приходит через одну религию, кто-то через другую религию, кто-то через третью. Самое примитивное я считал христианская религия тоже приходит к Богу. Но когда я обратился к Писанию, когда я пришел в церковь, я увидел, Иисус говорит, нет другого пути к Богу, как только через меня. Никто не приходит к Богу, как только через меня. Только я дверь, и кто войдет в мною, тот спасется. Кто не будет пить моей крови, есть в моей плоти, не имеет участия в Царстве Небесном. Он говорил это многократно. Нет другого пути. Если Сын освободит вас, будете свободными, если нет, не будете свободными. Только Христос, только Христос, больше никто. Знаете, один проповедник сказал, не верьте никому, даже наисвятейшему святому, который только ступал по земле, не обращайте на него внимания, если он собой заслоняет вам Иисуса Христа. Не верьте никому, если он становится на место Иисуса Христа. Вы знаешь, в христианском мире всегда возникают какие-то учителя или лидеры христианские, апостолы, как они себя только не называют, которые дают какое-то свое учение и людей призывают следовать за ними. И знаешь, когда люди начинают превозносить такого лидера, такого человека, он тем самым заменяет место главного пастыря Иисуса. Он становится их пастырем, он становится их Христом и Мессией. И когда они следуют за Ним, они уже следуют не за Христом. И знаешь, что говорил Иисус? Когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму. И так бывает, что вот эти лидеры, основываясь, может быть, поначалу даже на христианском учении, на священном писании, вдруг потихонечку начинают отходить от этого писания, проповедуя свои какие-то откровения, оторванные от Слова Божьего. И люди, которые им доверяют больше, чем Богу, они в них видят своих кумиров, своих лидеров, они слепо следуют за ними, идут за ними, в те заблуждения, в которые они их ведут. И потом мы видим такие грандиозные падения, разоблачения, и люди, которые оказываются у разбитого корыта, там в одном месте из церкви сделали бизнес-сообщество, в другом там еретическое учение какое-то возникло, и люди потом, когда все это вскрывается, друг смотрят друг на друга и говорят, а как мы тут оказались? Как мы тут оказались? А мы доверяли нашему лидеру. Знаешь, я всегда говорю в своей церкви, вот зачем прошу вас Библию носить на служение, я говорю своим прихожанам, чтобы вы проверяли все, а вдруг я вас неправильно учу, вот читайте, проверяйте, я не против, когда со мной спорят, когда ко мне приходят и говорят, а вот мы что-то тут с тобой не согласны, хорошо, давай посмотрим по священному Писанию, но конечно вы можете сказать, ты-то более опытный, там как-нибудь исхитришься чем-нибудь, там их обманешь, но я совесть имею, знаешь, и священное Писание очень люблю, и поэтому мне можно доверять, я им говорю, но все равно доверяй, но проверяй, правильно ведь? Я вам скажу, ни одного лидера на земле нет, кто бы мог стать выше Писания, выше Христа, то есть они встают, конечно, но это уже по своей инициативе, Бог их на это не ставил. Только Христос, никаких других лидеров, никаких других посредников не существует. Для Мартина Лютера лидером был Папа Римский, когда он в Рим приезжал, он на коленях поднимался по ступеням храма, такое у него было благоговение перед всем этим римским церковным величием, но потом, когда он стал Библию изучать, видит, так Папа-то антихрист, Папа-то царь-то ненастоящий. Дело в том, что Папа, он на самом деле имел и царскую власть там над папской областью. Царь-то ненастоящий. Ведь у него глаза открылись. Если он учит не тому, чему учит Христос, он ненастоящий лидер, это не Божий человек. Я вас не призываю найти к бунту какому-то или еще что-то. За Божьими лидерами стоит следовать и поддерживать их, молиться за них. Но никакой лидер не может стать выше Иисуса. И когда Папа отлучил Мартина Лютера от церкви за его деятельность, отлучение, знаете, в то время это было в их понимании все равно, что дорога в ад. Кому церковь не мать, тому Бог не отец, тогда учили, все, если тебя Папа отлучает от церкви, ты грешник, нет тебе никакого спасения. И приходит ему эта грамота Мартина Лютеру, где написано, ты, Мартин Лютер, священник, отлучен от католической церкви, горит тебе в аду. Он, все это ерунда, и публично сжигает эту папскую грамоту, называя ее проклятой булой антихриста. Папа перестал быть для него авторитетом. Знаете, почему? Потому что Папа не следовал Богу, не следовал за Богом. Потому что Папа занимал место Иисуса Христа. И тогда Мартин Лютер понял одну вещь. Мы все равны перед Богом. Какую бы ты позицию не занимал, как бы высоко Бог тебя не поставил, мы все равны перед Ним. Все одинаково отвечаем за то, чему мы учим, о чем мы проповедуем, во что мы верим. Одинаково совершенно. И Мартин Лютер навел вот эту идею о всеобщем священстве. Даже не вел, а открыл ее, которое есть в Священном Писании. Он сказал, вы все служите Богу, вы все священники, вы все служители, каждый из вас своим даром служит, у кого какой есть. у кого дар проповедника проповедует, у кого дар молитвенника молится, дар прославляющего прославляет, все мы выполняем свою какую-то небольшую часть в большом служении церкви. у нас у всех один пастырь Иисус Христос. Только Христос. Только Христос. Только Христос. Поэтому я не унижаю, не уничижаю христианского лидерства. Нет. Дары есть Божии. И Библия говорит о том, что Бог ставит одних апостолов, других пророками, пастырями, учителями, дает им авторитеты, дает им власть. Но эта власть и авторитет действенны только тогда, когда эти люди следуют за Христом. Как апостол Павел говорил про себя, подражайте мне. Нам может показаться, апостол Павел очень гордый человек. Говорит, следуйте за мной. Но он прибавляет, подражайте мне, как я подражаю Христу. Следуйте так же, как я следую за Христом. Он себя ставит в пример, потому что его жизнь была посвящена Иисусу Христу. За такими лидерами стоит идти, стоит за них молиться, стоит их поддерживать. Понимаете, да, о чем я говорю? Если ты видишь, твой лидер следует за Христом, любит Бога. Если ты видишь, наш пастор следует за Христом, молись за Него, благословляй Его, и Бог будет действовать через Его дар, в том числе в твоей жизни. Бог будет действовать. Но ты понимаешь, это Бог тебе дает, это Бог тебе дает. Для меня это было откровением, когда я недавно только ходил первые недели в церковь, сидел там на заднем ряду, и вот этот проповедник, который знать не знал, какой-то Виктор Судаков там, что-то там говорит, говорит, ну, понимаете, мое отношение, неверующий, пришел на служение, что-то там говорит, говорит, и вот, когда он говорил, я вдруг слышу, и что я получаю ответы на свои сокровенные вопросы, на свои проблемы, которые внутри меня, получаю ответы. И у меня такое ощущение, что этот проповедник подслушал мои мысли каким-то образом, не знаю каким, и вот это на все мои мысли отвечает. Но я же, понимаю, никому не рассказывал, ничего не говорил, о чем я думаю, о чем я переживаю. Что это? И для меня было откровение. Это Бог знает. Бог меня знает. Знаешь, как это было потрясение? Для тех, кто давно в церкви, мы уже привыкли, ну, конечно, Бог все знает, конечно, он все видит. А для меня тогда это было, Бог меня знает, о чем я думаю, знает и отвечает мне. И я понял, проповедник это просто орудие в руках Бога. Бог действует через него. Бог действует через него. Бог действует через него. Понимаете? Это очень важно, потому что в нашем мире христианское лидерство во многом себя дискредитировало. Очень важно видеть настоящих лидеров, поддерживать настоящих лидеров, молиться за настоящих лидеров. Вот таким лидером был в свое время Мартин Лютер, Мартин Лютер, который и сформулировал вот эти вот понятия только Христос. Знаете, когда он заканчивал уже свое служение, его путь подходил к концу, он говорил, пожалуйста, не называйте меня себя моим именем. Вы все христовы, он говорил, вы все принадлежите Христу, не называйте меня своим именем. Думаете, послушались? Нет, назвали лютеране себя, другие там алюминисты, еще как-нибудь. Мы следуем за нашим лидером. Говорит, вы за Христом должны следовать. Не послушались, Мартин Лютер, не послушались. Апостол Павел еще предупреждал, не называйте себя Павлов, Кифов, Аполосов, там еще как-то, все вы христовы. И вот и так же мы. Я общался с одним человеком, и он мне все про своего лидера, все про своего лидера, я говорю, давай про Христа поговорим. Я уже понял, у тебя классный лидер, классный пастор у тебя, супер просто. Потом этот пастор впал в грех. Вот так вот бывает, вот так бывает. О Христе. Только Христос. Только Христос. И пятый пункт. Соли део глория. Только Богу слава. Только Богу слава. Мартин Лютер учил, что вся наша жизнь должна прославлять Бога. То есть нашей работой, нашей учебой, нашим служением, семейной жизнью, всем, что мы делаем, мы должны прославлять Бога. И вот это вот утверждение Мартина Лютера легло в основу вообще протестантской этики и сделало протестантские страны именно такими, какими они стали. Богатыми, процветающими, влиятельными. Потому что люди вдруг поняли, что он лично, вот он лично, Ганс там какой-нибудь, Джон какой-нибудь, он лично отвечает перед Богом за то, что он делает. Он лично. И он понял, если он делает работу, он должен делать ее хорошо. если он строит свою семью, он должен строить ее хорошо, потому что Бог на него смотрит. Если он идет, извините, в туалет, он должен там делать все хорошо, потому что даже там Бог на него смотрит. Это важно на самом деле. Если Бог везде, везде надо его прославлять. и это произвело такой переворот вообще в Европе. Вот эти идеи, которые назвали потом буржуазной революцией. Переворот. Люди стали трудиться, как перед Богом. Строить свои семьи, как перед Богом. Учиться, как перед Богом. Это изменило все. В Колосину давайте прочитаем третью главу послания к Колосину. 3 глава 17 стих И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что мы делаем, мы должны делать во славу Божию. Soli Deo Gloria Все только Богу слава. Только Богу слава. Также Мартин Лутер учил, что никто не достоин той славы и почтения, что принадлежит лишь Богу. Никто не достоин. И вот когда мы работаем как для Христа, мы понимаем, что и благословение, которое мы получаем в нашей жизни, это все от Него. Если мы работаем как для Бога, если мы трудимся, служим как для Бога, все благословения от Бога и слава принадлежат только Ему. Ты знаешь, есть такая проблема в плоти человеческой, которую я бы назвал духовной гордыней. Знаете, в чем она заключается? В том, что человек, следуя за Богом, когда он достигает немного какого-то уровня, он начинает на других смотреть уже немножко свысока. Как я помню, когда я был неверующим, я курил сигареты. никто из вас не курил сигареты, когда он неверующий? Мне несколько человек курили. Я думал больше, честно говоря. Но я был из меньшинства из-за этого. Курил сигареты. А потом, когда я покаялся, прошло недели две, наверное, после того, как я бросил курить, точнее, Бог меня освободил сверхъестественным образом. Но не об этом сейчас речь. сверхъестественное освободил меня. И я потом смотрю, но человек курит. И думаю, как он может такую гадость в себя вдыхать? И вдруг себя ловлю на мысли, о чем это я? Две недели назад для меня это было совершенно нормально. А тут вдруг я себя чувствую таким освещенным и очищенным, что для меня это уже какая-то мерзость. И вот это происходит в плоти человеческой. Это и есть у нас. Когда мы, знаешь, встали на путь праведности и стали такими во многом правильными, Библию читаем, молимся, говорим слава Божьи. И мы уже достигли какого-то уровня. И вдруг какой-то человек со своими проблемами приходит, вот у меня такие проблемы. Так что ж ты не молишься? Молиться надо. И ты уже, знаешь, с высоты своего духовного опыта так его порицаешь, прямо скажем. Духовная гордыня это и есть такое. Когда ты что-то начал делать, чего не начал другой, чувствуешь себя выше. Поймите, все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Все, чего мы достигли, мы достигли благодаря только Ему. если бы не Он, ничего бы не было. Ни веры, ни послушания, ни праведности, ничего. И поэтому тебе не принадлежит никакая слава за то, что ты чего-то там достиг. Вся слава только Богу. Поэтому, если ты видишь в себе такие проявления духовной гордыни, которые проявляются, так скажем, в отношении других людей, которые не достигли таких высот, как ты, то подумай, а кому славу ты сейчас воздаешь? Не себе ли? Не своим ли достижением? Только Богу слава принадлежит, только Ему одному. Есть другая сторона, которая называется лжесмирение. Когда ты что-то делаешь для Бога, трудишься для Него, и тебе подходят люди и говорят, спасибо тебе, ты так хорошо постарался, молодец. ты говоришь, да нет, что вы, только Богу слава. И я говорю, подождите, подождите, нормально принимать благодарность, потому что ты что-то делал, ты сам что-то делал. Конечно, без Божьей благодати мы ничего не можем, но мы что-то делаем. И когда люди видят это, благодарят, принимай это нормально, не отвергай этой благодарности, когда наши люди меня благодарят за что-то, что я делал, я им говорю, спасибо, спасибо. Потому что я тоже старался. Понимаете, о чем я говорю? Не надо играть нам в религию в такую, что ой, да Боже мой, да ни в коем случае только Богу слава. Нет, конечно, вся слава Богу, вся слава Богу, но мы тоже что-то делаем, понимаете? И поэтому надо с одной стороны быть благодарными тем, кто служит, и именно людям. Не говорить, этот человек ничего не значит, он инструмент в руках Божьих. Человек что-то значит. Потому что Бог поднял человека до своего уровня. В глазах Бога человек огромная ценность, каждый из нас. Скажет, дела ничего не значат, дела ничего не значат для спасения, но дела много значат в Царстве Божьем. Потому что Господь будет награждать нас не за веру, а за те дела, которые мы будем совершать во имя Его. Понимаете? За веру он нечему награждать, это его дар. Мы верим, потому что он нам дал эту способность. Но если мы, приняв этот дар, начинаем служить, начинаем что-то делать, тогда мы заслуживаем благодарность от Бога. Вы помните? Приходят к Богу, к хозяину в притче Иисуса люди, которым он дал таланты, эти мины, приходят, и он их хвалит, тех, кто поработал. Молодец, молодец, добрый и верный раб, молодец. Бог хвалит, и мы друг друга тоже должны быть благодарными друг другу. Понимаете? И не отвергать эту благодарность, если кто-то ее выказывает. Если ты действительно понимаешь, что ты что-то сделал, ты трудился, Бог тебе благодарен, и люди могут быть тебе благодарны. Принимай эту благодарность спокойно, без лицемерия, без лжесмирения. Но понимаешь, конечно, что без Бога ты бы ничего этого не смог сделать. Только Богу слава. Только Богу слава. Бог через тебя действует. Только Богу слава. Понимаете, да, о чем я говорю? Не будьте лжесмиренными такими. Не будьте. Итак, все, что мы имеем, все это Божий дар. И вот к чему пришли, можно снова пять показать этих пунктов? То, к чему пришли реформаторы, Мартин Лютер и другие, когда изучали Священное Писание, они поняли, что надо отказаться от всего, что не Бог сделал, от всего, чему не Бог учил, от всего, что противоречит Священному Писанию. И они вывели этих пять только. Пять только. Только Писание, только благодать, только вера, только Христос, только Богу слава. только Богу слава. Все это дар от Бога. Христос это дар от Бога, Его искупительная жертва. Бог подарил нам это, мог бы не делать, сделал это для нас, чтобы мы были спасены. Потом, то есть, сделал эту жертву, принес эту жертву Иисус Христос. Только через Него мы имеем спасение. Но это спасение мы можем принять только верой. Вот эти пять только. Только верой. Иначе никак это не будет действовать в нашей жизни. Мы не заработаем это. Бог сделал искупление и верой мы его принимаем. И когда мы принимаем верой, только благодать, которая действует через веру, изменяет нашу жизнь. Приносит нам это прощение, это спасение, изменение нашего сердца. И все это основывается только на священном писании. Нет больше ничего. Все эти сокровища от Бога. И поэтому только Ему принадлежит слава. И вот что сделал Мартин Лютер? Они вернули нас к Богу. Вернули нас к Нему снова. вернули, что люди смогли познавать Бога, смогли жить с Богом, смогли изучать Его Слово и воплощать Его в своей жизни. Это изменило все, это изменило мир. И ты знаешь, сегодня есть разные формы христианских, протестантских церквей, и люди спорят о формах. Кто более правильно прославляет, кто более правильно молится, где языки, где не языки. и так далее, и так далее. Но в то время реформаторы, они акцент ставили на учении. Форма вторичная. Форма может быть такой, может быть другой. Она может меняться, потому что даже одежда меняется. Сегодня мы одеты не так, как в 16 веке, не так, как Мартин Лютер проповедовал, но мы проповедуем те же самые истины, что он проповедовал. Именно это меняет все. Поэтому когда люди захотят с тобой спорить о форме, не вступай в эти споры, не опускайся, не будь спорщиком таким. Хорошо, у вас так, у нас так, но верим-то мы в одно. Верим-то мы в одно. И вот эти вещи, они лишь отражают, вот эти пять только лишь отражают саму суть евангельского вероисповедания. Евангельского вероисповедания. Невозможно без Бога ничего. Невозможно без Писания ничего. Невозможно без веры ничего. Невозможно без благодати ничего. И вот на этом учении как раз и основываются, основывались реформаторы. Именно эти учения смогли переменить этот мир. я вам скажу, что почему мы сегодня празднуем праздник реформации. Почему мы снова об этом обо всем говорим. Потому что это никак не утеряло своей актуальности. Потому что эти же самые вещи продолжают точно так же действовать в нашей жизни. Точно так же изменять нашу жизнь. Точно так же Бог действует. Точно такие же вещи мы переживаем. Перерождение. Рождение свыше. Благодать Божию в своей жизни. То же самое. И знаешь, пройдет сто лет, я не знаю, когда Иисус вернется, кто-то надеется, что скоро, кто-то просит Господь подожди, я еще тут не очень готов. Все по-разному. Мы не знаем, когда Господь вернется. Но я вам скажу, что если через сто лет Он вернется, через двести лет вернется, то вот эти вещи, они будут оставаться точно так же актуальными. И когда церковь начнет об этом забывать, она начнет какие-то другие приоритеты выставлять вперед, какие-то другие менее значимые вещи в учении. Когда церковь будет забывать об этом, она забудет об основе своей веры, об основе своей вероисповедания. Поэтому каждый год мы снова вспоминаем о том, что было тогда, много лет назад. Тогда, в 1517 году, началась та самая реформация. Хочу молиться вместе с нами, вместе с вами. Прошу просто сейчас склоните головы, склоните головы. Апостол Павел говорил о том, что мы должны исследовать самих себя. Верили мы испытывать себя. я хочу, чтобы мы сейчас смотрели в свое сердце, когда мы будем молиться. Для того, чтобы Бог нас утверждал на этих евангельских основах, которые открыл когда-то, вновь открыл для церкви Мартин Лютер. Всемогущий Господь, мы молимся Тебе. мы знаем, что Ты дал нам так много. И все, что мы имеем, мы получили только от Тебя. Нет ничего в нашей жизни того, чтобы Ты нам не дал. Само желание верить Ты нам дал. Саму веру Ты нам дал. Спасение Ты нам дал. Писание Ты нам дал. Это все Твои сокровища, Твои дары. Не дай, Господь, нам никогда пренебрегать этим. Пускай никакой ветер учения не унесет нас от этого твердого основания. Пускай наш дом будет построен на камне Твоего Слова. И никакое новое в кавычках учение, никакие новые откровения. Пускай нас не заставят сойти с этого пути, по которому Ты нас ведешь, Господь. И мы видим, Боже, какие изменения Ты произвел тогда в том мире, религиозном, далеком от Тебя мире. И мы знаем, что Ты тот же самый и сегодня. Ты тот же самый и сегодня. И Ты производишь реформацию сегодня. Реформацию прежде всего в наших сердцах, в наших душах. Ты ставишь нас на правильное основание, чтобы благодать Твоя могла действовать. Господь, и мы верим, что Ты благословляешь Церковь, изменяя ее, приводя ее в соответствие с Твоей волей, в соответствие с Твоим Словом. И мы прежде всего молимся за самих себя, Господи. Помоги нам всегда стоять на твердом основании абсолютной истины. Принимать верой Твое Слово, чтобы оно действовало в нашей жизни, чтобы благодать Твоя свободно действовала в нашем сердце и в нашей судьбе. Помоги нам, Господь, основываться только на Твоем Слове, которое говорит о Христе. Он наш Учитель Самый Главный. Он наш Пастырь Добрый, за Которым мы следуем, и мы слышим Его голос, и как овцы Его следуем за Своим Пастырем. Господь, и мы понимаем, что за все, что в нашей жизни происходит, только Тебе принадлежит вся слава. Только Тебе. Ты это производишь по Своей воле. Ты захотел создать церковь. Ты захотел привести нас к Себе. И Ты дал для этого все. И за все эти изменения, которые произошли в нашей жизни, за все эти перемены, мы благодарим Тебя, Господь. И воздаем славу только Тебе, Боже наш. Воздаем славу за то, что мы спасены. Воздаем славу за то, что Слово у нас есть надежное. Воздаем славу, что мы в Церкви Божьей, которую Ты создаешь. Воздаем славу Тебе, Господь. И молимся за Церковь Твою, за Церковь во всем мире, чтобы те принципы реформации, которые Ты когда-то принес в Церковь вновь, продолжали действовать. Продолжали действовать. Чтобы вся вера верующих была основана на Слове Твоем, на Христе, чтобы благодать могла действовать в их жизни и чтобы только Богу они воздавали славу. Пускай по всей земле Твое Слово проповедуется. Евангелие Царствия. Люди спасаются, обращаясь к Тебе. И Церковь преподает им ту истину, которую Ты дал, учит их Твоим словам. Слово